у меня вопрос к вам можно задать я спрашиваю просто все спасибо я тут одно наблюдение осуществил и вот и мне интересно вот раньше год назад там полтора когда захожу в чат рулетку украинцы всегда кричали слава украине ну то есть это начиналось разговор славу про она еще раз а сейчас почему то больше не кричат как вы думаете что поменялось теперь россияне заходят рулетку и сейчас слава украине а я отвечаю героем слава ну вы же мой вопрос слушали я вам ответил что-то ответить только что прям наглядно я вам это продемонстрировал вы сказали слава украине я ответил героем слава понятно ну то есть вам нечего сказать это ваше личное наблюдение которое не имеет никакого ну да никакого отношения к реальности ну вы же не закричали слава украине что-то означает я вообще очень редко я вообще очень редко когда общаясь общаясь с россияниями ладно начинаем разговор вы меня прибиваете кстати вы заметили что вы мне прибавить такой у вас диалог умение так общаться или как так я не общаюсь с вами пошел вы не воспитаны все пошел он ну да отлично дела а понимаете что вы чмолиты ты так сходу начинаешь общаться да видно что ты какой-то быдло русский ну давай начинаем да я буду русского понимаете что вы нами управляют а вы думаете если ты хочешь со мной вести диалог тебе нужно перестать материться общаться более на интеллектуальные темы чем просто выкудаковать в свое внутреннее какое-то поносоедение там общаемся но ты дура нет ты думаешь если ты хочешь пообщаться на серьезные темы я тебе могу в этом помочь но если ты будешь материться и приходить на личность и на скребление я тебе пошли просто вам пошел на ты желаешь миру моему дому а что нет как может россиянин который поддерживает россию в том что нас сегодня конфликтуют с украиной напала на ней урагазал желать я тебя не пребивал перебивать я из россии ростовская область украина киевская область на какие темы общаетесь взаимоотношения россия украина война понятно как вы считаете война должна дальше продолжаться должен мир наступить я могу сказать как бы я хотел чтобы было скажите я хотел бы чтобы мы наконец-то победили россию как можно быстрее выгнали всех поганых россиянцев из наших территорий закона остались в границах 91 года и как можно скорее построить от россии очень большую высокую стену или как минимум ров с крокодилами которые могут и зимой там же вот 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 все что о чем я мечтаю ну как бы мечта это такое конечно хотел бы хотелось бы это все воплотить а вы так начали мечтать после начала войны или до начала войны с 14 года вот до 14 и даже туда и какой мысли не было в ту сторону а как вы считаете когда она в 14 году все началось точную дату точно дата не скажу захват крыма у вас же там есть 20 февраля у вас там как обозначена как захват крыма поэтому ну где-то оттуда знаете я тоже интересовался когда все началось мне кажется началось 22 февраля 2014 года это когда янукович был харькове а ваша рада приняла незаконный указ о его свержении 22 февраля это дата указа то есть сам янукович находится в харькове он находится он попал служебной командировки ты знаешь но ваша рада тем не принимает за указ что он связи с невыходом на работу причем там было двойное нарушение прежде всего по такому критерию нельзя людей для президента стране а второе что даже если остранять по импичменту и пичмент очень долго готовится и для пичмента нужно три четверти депутата а проголосовала менее и вот на мой взгляд точка то скажем начало всего этого пиздеца началась именно 22 февраля 2014 но это насколько уже банально и мною было высказано в моих видео что я даже не хочу сейчас с вами спорить об этом мне уже скучно в этом говорить в припустим что это так хотя все там украинцы знают прекрасно весь мир понимает что не все так как вы рассказали в этом есть частичка правда частичка конечно вашей надумки но хрен с вами 19 февраля он начал собирать манатки шмотки по видео видно было как он уезжал из своего дома никто так в командировку не ездит охрану тоже государственно никто не отменяет поэтому это все сейчас мы начнем опять у меня кто хочет из моих зрителей включить мои видео предыдущие и на эту тему поговорят хотя другом поговорим сейчас чем выгодно чем выгодно сегодня россии это война что полезного для нее ответ довольно простой причина почему она началась ваша основная причина что путин сошел с ума правильно я понимаю или другая какая-то причина я думаю что путин никогда и не был при уме потому исходить не куда отсутствие отсутствие ума хотя конечно он смотри это тоже тяжело так сказать у него ум присущ но он присущ как у как у человека который паразит есть вот дьявол да ваш отец дьявол а есть же умы разделены на ум который созидает а есть ум который разрушает все что было при путине эти 24 года это было только разрушение зачем вы врете вот я например живу в деревне которой до путина вообще не было он в эту деревню провел железо это автомобильную дорогу как в каком городе каком и в какой деревне в московской области какая деревня я не буду горит деревне потому что раз вы уже начали говорить нужно служить и можете посмотреть очень просто сколько было газифицировано вас 2000 года вам не кажется что имея такие ресурсы имея столько газа нефти давным-давно уже нужно было бы обеспечить не только часть какую-то небольшую россии газом а всю россию 74 процента всю россию вас бурятия не газифицировано вообще не выгодно я вас ни разу кстати не перебил при этом если это не выгодно тогда не выгодно на россии жить в общее потому что люди выходят из своих подъездов люди выходят из своих подъезда московской области московской области играть нету отопления они жалуются на то что им холодно в доме и я их понимаю и жить при плюс 5 плюс 10 дома холодновато это не пропаганда так я говорю имея такой запас ресурсов нужно как америка сделать чтобы вся страна была обеспечена и нефтью если вам навешали лапшу что-то сделать нельзя так это ваша проблема это выгодно будет это будет выгодно тем более что я договорю я договорю тем более что никто из властей ваших не должен этом зарабатывать а на этом газе зарабатывают на игле кучу олигархов обеспечивают себя а ты как житель своей страны я договорю я договорю я договорю я договорю и будет вопрос ты как житель своей страны ты должен иметь этот газ бесплатно потому что он вам подарен природой все а вы не имеете его и ты мне хвалишься что у вас гальцифицировано было я сейчас посмотрю в таганроге как там у вас дела не спеши посмотри первое что ты первое смотри я даже ничего не писал вот это таганрог в любом государстве в любой стране в любом городе можно найти плюс можно найти мир дальше сколько вы ищите гадости смотри дальше гадостью смотри видишь вам будет только гадость барак на бараке отсутствие дорог отсутствие дорог и так далее смотри я живу в этом таганроге я гуляю каждые пять лет путин обещает бороться с ветхим жильем почему таганроге до сих пор до сих пор почему таганроге до сих пор очень много почему в украине нету бараков а у вас есть объяснили великая страна нет украине брата нету ни одного барака нет бедных украине нету есть бед работ нету бараков заданировая банковой не обманывает это строилась временное жилье это временное сxxes Ее строилось для людей, которые для военных людей, были на обеспечении государственным временное. А у вас до сих пор в бараках живут люди. У вас до сих пор в бараках живут люди. Это позор. Они разваливаются. Великая Россия. Не даром Чехов сказал, что Дагонрог это украинский город. Не даром это было сказано. Продолжай. Я украинец. Украинец, коренной. У меня папа украинец, мама украинка, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка родился на Украине. Но я люто ненавижу ваше украинское государство. Потому что оно глубоко нацистское, глубоко русофобское и абсолютно независимое. В чем нацизм украинского государства? В том, что у вас русских на Украине русскоязычных вы истыдливо называете 83% по исследованиям Гэллопа. Проверь. Прямо сейчас проверь. Гэллоп 2008 год. И несмотря на это, русский язык у вас не второй государственный. По-русски у вас запрещено все. У вас есть квоты. Вам запрещены кинотеатры по-русски. У вас запрещено в школах его преподавать. У вас даже на переменах запрещено. Все? Теперь по очереди. Ты сказал, теперь я говорю. Давай. Вообще никаких проблем с русским языком не было даже до 22 года. Вообще. Самые украиномовные места такие как Львов, Ивано-Франковск, Тернополь принимали русских туристов, русскоязычных туристов без никаких проблем. Во Львове, в Крыльевке. Это самая такая стати националистичная кавьярня, кафешка, ресторан такой. Туда заходишь, на русском языке с моими друзьями, я с ними ездил, они сами из восточной Украины. Мы с ними приезжали, они говорили слава Украине по-русски. Отвечали героям слава. Во Львове, в Крыльевке. И им ни разу, и послушай меня, им ни разу никто не делал никакого замечания. Ни одного замучания никто не сделал насчет русского языка. Никто. Вообще ни разу. Даже сейчас, даже сейчас, когда идет война, на западе Украины русскоязычные приезжают. А теперь скажи мне такое, ответь на такой вопрос. Как ты считаешь, кто в 21 столетии убил самое большое количество русскоговорящих людей? Кто? В смысле, какая страна? Какая страна? По указу какого президента? Скорее всего, сейчас на войне погибло больше всего людей русскоязычных. По указу какого президента было уничтожено самое большое количество после Гитлера самое большое количество русскоязычных людей? А, то есть ты хочешь пропагандистский подвести к мысли, что это Путин убил Это же и так понятно Только в Мариуполе Только в Мариуполе было убито около 100 тысяч мирного населения русскоговорящего Только в Мариуполе Я договорил Гитлер убил под командой Гитлером Немецкая Германия убила Мариуполя 17 тысяч людей Путин уже 100 Это вранье Потому что это цифры взятые из потолка Вы уничтожаете русскоговорящих людей Это первое Вы обстреливаете И она говорила, что убивали Азовцы убивали людей Каким образом азовцы убивали людей Расскажи мне Танк выезжает и пошел по домам шмаля Они сидели в домах В какой это период шмаляли По кому У меня есть разговор Они ж нацисты Пока ты такой И все Смотри Пока мы с тобой общаемся Вот такой делок у нас Есть доказательства Я общался в четверлетке с парнем Из Мариуполя Который 8 месяцев Я договорил Моего друга там убили Он сейчас в земле лежит Так вот смотри Этот парень 8 месяцев назад уехал из Мариуполя Он мне все детально Очень детально Рассказал о Мариуполе Как там заходили войска российские Как они на самолетах летали Авиация И обстрелили дома Просто как в игре Вот они в игрушке наигрались Танчики, самолетики И он летел И просто представлял как он в игре Реальности Ты мелафон Я тебе не давал слова еще И жажда вот это вот пострелять И они стреляли в высотки И он жил в этом доме Ты какой такой школе А почему ты можешь знать мысли Закрой стулепельку пока я говорю Вот смотри Ах Засранец Втек Не захотел слухати правду, друзья Ну на то он россиянец Чтобы злиться что еще Здравствуйте Откуда вы? В городе Симферополя, Крым Знаете Вы прямо сейчас в Крыму, правильно? Вот так вот, честно Да Прямо в Крыму А можете показать Что там у вас за кошком? За кошком? Ага Я правильно тут конечно могу показать А вы откуда? Тобто вы украинскую мову знаете, доброе Можем спілкуватися без проблем, правильно? Так, понимаю Ну я вас понимаю Но лучше сама буду говорить на русском Потому что давно не разговариваю Я буду украинскую говорить Хорошо, разговариваю Доброе, как у вас справа? Вам захотел? Как у вас в Крыму справа? Замечательно Замечательно, вы не сказали откуда вы Я из Киевской области А, круто Сейчас попробую вам показать за кошком Сейчас переключусь Давай Камеру попробую переключить У меня фонзона Вы здесь лучше не увидите Интересно, вы видите? Короче говоря Серый ум Верю, что это Крым Верю Вот поэтому Ничего, вы там сейчас я переключу Брать на камеру Не увидите Интересно Совершенно Скажите Как вы вважаете Доцельно было Розпочинати Цю войну Есть в этом смысл? Смысла я не вижу А для чего Путин по Чаве Розвязал? Что хочет добиться? Слушайте Если бы я знала Для чего Наверное Я же тогда бы Понимала Что есть смысл Вы поддерживаете Это что могло бы Путин? Честно сказать Я вообще Отстранилась С этой ситуации Я даже не слежу За ним Вы бы хотели Больше в Украину Чи в Россию Это так Слушайте Ты меняешь Как вам с русскими туристами Я живу в Симферополе У нас здесь туристов нету Я же с ними не пересекаюсь Я не пересекаюсь Ну в Симферополе нету А что в Симферополе здесь делать? На набережной Вдоль Солгира гулять? На набережной Уже можно погулять Поплавать Уже можно погулять Поплавать? На яхте? Воды всегда было Попикало Откуда По колено максимум Ясно Кем вы працюете? Кем вы працюете в Крыму? Скажите Какая у вас зарплата? Я работаю в компании Российской компании То есть у них в четырех странах Есть представительства Заводы Производят они кровельные материалы То есть здесь у нас маленький В Крыму сейчас небольшой филиал То есть ближайший завод в Краснодаре Работаю я аж не такая Знаете такая Короче говоря Должность Вот называется Вот То есть у кого На что рук не хватает То есть из-за того что Бухгалтерия Все находится в Краснодаре То есть я здесь в основном Такое поступление Реализации делаю Ну то есть Как говорится и то То есть Уже окончательные такие моменты Основной все подтягивает Краснодар Выстачаю вам зарплату вашу? Зарплаты Ну мне выстачаю Я не рассматривала работу То допустим По зарплате Я рассматривала работу По графику работы То есть грубо говоря У меня работа прям по домам То есть работа у меня В принципе Как бы Нет такого Что ты там целый день В какой-то запаре То есть я за полдня Справляюсь Что полдня Там растягиваю И то есть Ну отпуска То что есть возможность Сходить в отпуска За свой счет Дополнительный А человек у вас есть Скажите Он працюет Чи он воюет Человека не имеет Не имеет Ясно Не Здравствуйте Что вам скажу Учекаем за свою В Крыму Ой вы честно Сказать Я уже Вот в эти какие-то Уже на самом деле Смешно Уже хочется На самом деле Или какого-то Окончания Этого Этих всех Каких-то Конфликтов Потому что У меня такое ощущение Вот я Не интересуюсь Какими-то Военными действиями Полгода Там Наступление Переносится Здесь окончание Вот такое ощущение Знаете Заголовки одинаковые Вам все одно Правильно Вам все дадут жить Что в России Что в Украине Вам все одно Не Вот честно говоря Мне все равно Мы все одинаковые Люди славяне И так далее Мне кажется Я в Белоруссию Пожусь Я там тоже не буду Я буду не против жить Я ж не Грубо говоря Не в Гондурас Правильно переезжаю Ясно Не буду вас мучать Вы такая позитивная Женочка Не буду вас мучать Побежу далі Слава Україну Здравствуйте Здравствуйте То есть Украина Да А что украинцы Такие меня зажигают Постоянно Что случилось Возможно Какая-то причина Так и есть Потому что Я захожу В чат-рулетку Мне русские Говорят Почему нас так Не любят украинцы А я им В ответ спрашиваю Как вы считаете Что такого случилось Что там На протяжении Какого-то В периода времени И вас так Украинцы Не любят И они говорят Так хрен его знают А вы же Вы же всегда Не любили Вы же всегда У вас Вот это вот Кацап Москаль А что случилось А почему же так Что такое Генетически То есть Вы пользовались Достижениями Москалей Кацапов И при этом Срали Как это Пользовались Каким образом Пользовались Ну как Кто вас Выстроил Кто создал Ваш Кто выстроил Кто вас Кто Кто Москалей Каким образом Москали Не что-то выстраивали Не понял Как Вас не было Потом пришли Москали И создали Украинскую Кого не А Это Ленин создал Да Ленин Конечно Понял А до Ленина Слово Украина Не существовало Из самой Украины Ну До Ленина Это существовало Как территория Но не как государство Как территория Но не как государство Подождите А как же Конституция Пылы Порлика Это что такое Какой Пылы А где Вы знаете Где находятся Копии Конституции Подождите Мы же не об этом Подождите Что такое государство Это наличие Наверное Конституции Или как Государство Это власть А Пылы Порлик А В Украине Не было власти В Украине Не было власти Правильно Я понял Нет, конечно. То есть мы были анархистами, правильно? Как может быть в Украине власть, если не было государства? Государство – это власть. А что такое государство? Какие признаки государственности должны быть, чтобы понять, что это государство? Государство – это властные структуры. Король, царь в зависимости от периода времени. Признаки. Гетьманы вам не подходят, да? Нет, конечно. Гетьманы – это воинское звание. Нет, конечно. Первая государственность украинская была 1700. Не помню, в каком точно году. Если надо, надо уточнять. Хорошо. Предположим, предположим. 91-й год. Все обозначили, все решили. Подписали и пошли двигаться дальше. Я не согласен. В чем пошла нелюбовь украинцев к россиянам, к москалям? Почему так получилось? Украинцы так не злупили москалей, что развалили Советский Союз. Я против того, что… Украинцы развалили Советский Союз? Украинцы развалили Советский Союз? Конечно. Понял. А что было хорошего украинцам в Советском Союзе? Я жил в Советском Союзе. Что было хорошего, скажите мне? Четыре человека. Четыре человека, которые развалили. Продажный Горбачев. Я эти сказки уже слушал. Я это уже нашлышал. Я это уже нашлышал. Я это уже нашлышал. Я понял, да. Я не цельцам. Нет. Еще раз. Спрашиваю. Это все басни банальные. Они уже давно вспеты вами, прожеванные. Что было хорошо во время Советского Союза? Я жил в Советском Союзе. Я был. Лет десять я прожил. Ну вот с 83-го года. Сколько получается? Девять лет. Восемь даже. Прожил в Советском Союзе. То есть остатки этого всего я помню очень хорошо. Очередя помню хорошо очень. Бедность, не имение какого-то товара, гонка за какими-то… спортсменами, спортивными какими-то товарами спортом занимался. Ракеты летали? Ракеты летали над Украиной? В 91-м году? Так вы же и не торгались. Подождите. В Советском Союзе. На горном Карабахе летали. В Карабахе уже летали. В Советском Союзе. Алло. Алло. Вам же только воевать нужно. Вуйко, дай вопрос закончить. Маскалик, не подгорай, Маскалик. Не подгорай, потому что на украинскую мову придут. Маскалик, зупинайся. Я понимаю, что вы в Америке. Я понимаю, что вы в Америке. Заспокойся. What do you want from me? What do you want from me? What do you want from me? В перспективе, возможно? Или сейчас? Ой, господи. Сложный, хороший вопрос. Я не знаю. Мне вообще это все не нравится. То, что происходит. Потому что многие будут люди. С другой, с одной стороны. Смотрите. Я тут третий день как бы сижу. Вот. С украинцами разговариваешь. Вот какие-то доводы приводят они. Да? Только украинцы правильно будут. Как вообще у нас украинцы разворачивают. Простите. Простите, украинцы. Извините. Вот. Они как бы говорят действительно правильные вещи. Во многом. Ну, в итоге складывается картина из шахматов. Из всего пазла. То, что реально они правы. Сейчас вот, например, смотрел канал простые числа. О причинах и слова без шевуки. Это какой-то финансовый больше вопрос олигархов. Которые не смогли какие-то решить там эти. То ли притянуто за уши. То ли нет. А по факту что получится. Кто-то победит. А правды мы, скорее всего, и не знаем. Вы нам скажете свое. Надеюсь, это будет правду. Мы скажем свое. И Бог не знает, что происходит. Ну вот, смотрите. Мы с вами оба такие просто люди. Ничего там, какие-то секреты мы не знаем. Все, что мы слышим вокруг, собираем кучу и выдаем сюда. Но у нас с вами есть возможность проанализировать то, что мы знаем и понять, зачем это было вообще, куда оно движется и как возможно оно закончится. Или даже как бы вы хотели бы, чтобы эта война закончилась. Вот такой вопрос. Я хочу, чтобы для обоих сторон оно закончилось хорошо и меньше жертв. Ну давайте более реально тогда говорить. Меньше жертв. Более реально. Хорошо. Для нас хорошо. Это когда все россияне, которые не хотят жить в Украине, я имею ввиду русскоговорящие. И те, кто считают себя россиянами. Те, кто себя считают такими. Они же были в Украине там какой-то процент. Вот они собирают свои манатки, шмотки и уезжают из Украины. Путин выводит все войска из Украины. Мы делаем коридор, отпускаем, никого не трогаем. Ограждаемся забором от вас большим, ровом с крокодилами. Конечно же, правильно было бы, чтобы Россия выплатила репарацию за то, что разрушена была инфраструктура и убила сколько людей. Это было бы правильно. Вот для нас было бы это хорошо. А что хорошо было бы для России, как вы считаете? Ну, минус вам, именно то, что касается там, мы сейчас зайдем, всех победим там, все дела там, русские восторжествуют. Вообще мы отдельный раз, вот этого не хотелось бы, конечно. Хотелось бы как-то нормально на какой-то ноте хорошей, позитивной закончить уже в этом дурдом. Вы предположите какую-то ноту. Я не знаю каким-то мирным соглашением прийти, которое устроит обе стороны. Но нас устроит только такая ситуация. Вас такое устроит, как вы считаете? Меня полностью да. Ну не вас лично, а вот как бы вашу власть, ваши гражданские люди, там, не знаю, россияне, вас это все устроит? Каких-то 7, да, каких-то нет. Ну, вы понимаете, что в каждой нации дураков 65 процентов. Я понял. Хорошо, я вас услышал. Побегу дальше. Я из Москвы, но откуда будете? Я из Украины, Киевская область. Я понял. Мы с вами общались как-то, вы не помните? Нет. На чем остановились? Остановились, не помню, мы помним. Чуть-чуть громче говорите, не слышно вас. Чуть-чуть громче. Я говорю, деталей не помню, естественно. Но факт такой, мне кажется, был. Так. Мы с вами ругались или общались? С чем нам ругать? Я ни с кем стараюсь не ругать. Хорошо. Если мне не дают слова. Вопрос такой. Полезна ли эта война России? Истомнение. Давайте. Поехали. Истомнение. Ну, давайте, рассказывайте. Чем полезна? А что, давайте, поехали. Поэтому, в смысле, запишите задать вопрос. Скажите, а, понятно. А чем полезна? Вы можете так сильно не нервничать. Успокойтесь. Выдохните. И спокойно говорите. Это вы человек, который хотел нормально пообщаться? Ну, вы как-то нервничаете. Я хочу вас успокоить. Серьезно. Ну, не нервничайте. У нас нормальный диалог будет сейчас. Вот я хочу услышать. Вы задали вопрос. Вы задали вопрос. И боитесь услышать о том. Не, не боюсь. Слушаем. Давайте. Тем полезнее. Тем, что, как минимум, восторжествует историческая справедливость. И это исконно русские земли, которые по какому-то странному неторазумению в девяносто первом году оказались в составе какого-то непонятного образования, какой-то украины. Какого перепуга? Вернуться опять, так сказать, в состав великого государства, наши русские земли, города. Одесса, Киев, Николаев, Харьков, Днепровск, Сумы и так дальше. Продолжать еще? Как минимум, этим полезно. А в чем же польза? В чем польза? Польза-то кому от этого? Исчезнет, наконец, с лица земли. Это апостольное образование под названием Украина ваша. Что ты переключил? Покажи свою пыклу. Что ты переключил, фашист? А что я сделал? У тебя что-то с камерой, посмотри. А куда надо? А куда надо, мужик? Я понимаю, что ты сидишь на бутылочке, тебе неудобно. А я фашист, да? Я фашист, да? Ну, из твоих слов, вроде как фашист. А что, ты не фашист? Ты себя такими считаешь? То есть, освободить русскую землю от фашистов. Мы в 43-м освободили уже нас, город Киев. И сейчас опять идем. А, вы освобождаете? Может быть, в Москве улицы названы фашистскими преступлениями? Слушай. Может быть, в Москве есть проспект Бандеры или Шукдевич? Власову. Власову и Краснову, да? Власову и Краснову ты имеешь в виду? Памятники Власову и Краснову ты имеешь в виду? Не-не-не, не слышал такого. Какому памятник? Памятник? Памятник Власову и Краснову у вас. Так я же тебе говорю. Где памятник Власов? Что по статистике... Только я тебя не прививал, ты меня не прививай. По статистике сегодняшней... Я тебе, кстати, могу... Если тебе интересно, зайди в гугл и посмотри. На России организаций нацистских больше, чем во всем постсоветском пространстве. Вместе взятых. У вас нацистов, но больше, чем кругом. Что делать с вашими нацистами, скажи? Вот с вашими организациями Русыч, Рескрут, Белая линия, ну их валом у вас. Что с ними делать, скажите? Может, вам надо помочь освободить вас? Может, Китай пусть поможет вам освободить вас от нацистма? Было бы справедливо же, правильно? А ты не слышишь, что пауза идет длинная? Вопрос закончился и пауза. Это означает, что я закончил и тебе даю слово. Голос. Не хочу быть невежливым. Не хочу, чтобы... Все, голос, давай. Бразь за путь. Все, молодец. Услышал команду хозяина голос. Начал кукурекать. Молодец. Все. Пока, значит, тебя не слышно все равно пока. Не нервничай сильно. Тебя не слышно. А можешь поплямкать, конечно, по релизу. Друзі, ну такий сьогодні у нас вийшов выпуск. Не забывайте, что вы завжди можете задонатить хлопцям на Збройные Сили Украины, чтобы защищать нашу Украину від таких нацистов и фашистов. Ну и блогеру на нервы там в описи вся информация. Все, друзья. Ось така была пробежка сьогодні по болотах. Слава Украине. Героям слава. Для всему весело. Это означает, что мы все правильно с вами сделали. Пока. Пошел вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова